Всем привет с вами Дмитрий и мы продолжим создание анимированного шлема. Нам нужно сейчас создать behavior файлы, файлы поведения, отвечающие за работу анимации в нашей анимированной модели. Для этого воспользуемся утилитой mbhvcreater. Также нам нужна будет программа для конвертирования behavior файлов, тестовая заготовочка и подготовленный пакетный файл для запуска программы. Здесь нам нужно перечислить наши анимации и события при которых будут управление будет передаваться от одной анимации к другой. При надевании шлема первая будет запущена анимация mopen. По ее завершении управление придет к анимации mloopopen. Также здесь впишем сейчас обязательную строку endanim. декоративная структура. то есть при надевании шлема будет открываться забрало управление перейдет к анимации loop open который будет выполнять циклический пока не будет послан анимационный эвент begin whip and roll который при посыле которого управление перейдет к анимации м-клосс то есть при экипировке оружия забрало закроется по завершении анимации м-клосс перейдет управление к анимации м-луп-клосс который также будет выполнять циклический пока не произойдет событие begin whip and chase которое произойдет при убирании оружия в ножны тогда управление перейдет к анимации м-опен и все пойдет по следующему кругу теперь нам нужно скомпилировать xml файл из этого текстового файла и для работы анимации нужны еще три файла они стандартные возьмем их из ванильных файлов игры это будет begin loop end begin loop end chair и single bone skeleton single bone skeleton мы трогать не будем его просто потом скопируем вместе со всеми файлами в директорию игры вот эти два файла их нужно компилировать формат xml внести правки необходимые и потом конвертировать формат behavior опять исходники можно удалить вот в эти три файла нужно внести свои исправления первых переименовать их анимации анимации Здесь нужно внести путь и имя файла, на которые они ссылаются, то есть первый файл HelmDetail будет ссылаться на файл HelmDetailChair. Соответственно, здесь нужно будет внести его имя. У нас все будут в одной директории, поэтому путь никакой нам прописывать не надо. Пути там пишутся относительные. В этом файле, в котором мы скомпилировали файл XML, здесь только нужно его имя внести сейчас. Его собственное имя. И здесь у нас идет ссылочка на файл Skeleton. Убираем путь, потому что все в одной директории. И на файл Behaviour, который мы скомпилировали. Вот этот. Теперь нам эти три файла нужно конвертировать в формат Behaviour. Для этого я заранее подготовил пакетный файл. И вот мы получили три скомпилированных файла и синглбонт скелетон. Теперь все их можно копировать и поместить в директорию с игрой по тому пути, который у нас прописан в моделях. В первом уроке я допустил небольшую ошибочку, когда создавал скелет и переименовал кости в названии рутовой кости. Забыл пробел поставить. Сейчас мы это исправим. И создал еще две модельки. Это модель шлема без забрала и модель для отображения в инвентаре и соответственно модель для вида от первого лица. Вот с этим набором файлов теперь мы можем в конструкторе в Creshing Kit создавать модификацию, в которой будет использоваться анимированная модель шлема.